Лицкий хлебозавод Лицкий хлебозавод Добрый вечер, я Лидия Поздняк. Приветствую всех, кто смотрит Лицкое телевидение. В эфире информационная программа «События» сегодня в выпуске. Участие с видами на перспективу. Миноэтовский ремонтный завод подводит итоги международной специализированной выставки «Белагра-2017». Будем заключать сейчас договора и продавать как на территории внутреннего рынка Беларуси, так и за пределами Республики Беларусь. Мамы, родившие детей в День независимости, их малыши принимали поздравления. В Лицком роддоме «Белая Русь» провела акцию «Белая Русь с любовью к детям». Конечно же нам хотелось бы участвовать граждан, родившиеся, граждан Республики Беларусь, родившиеся в этот замечательный день. В свежий воздух, яркое солнце и хорошая компания. Молодежь Личины объединила районный молодежный туристический слет. Я познакомилась со многими хорошими людьми и надеюсь, что в следующем году обязательно с ними встречусь на туристическом слете. Они знают, если не все, то многое о красоте Божьего мира. Пленер педагогов художников собрал в Лиде почти два десятка тех, кто смотрит на окружающий мир через творчество. Для художника самое важное – вдохновение и желание творить. В преддверии волшебства белорусы готовятся отметить купалье. С 20.00 до 22.00 у стен Лицкого замка жителей и гостей города и Лицкого района ожидает централизованное обрядовое поставление «Коля замка на купалу». А сейчас обо всем по порядку. Лицкие предприятия подводят итоги участия в международной специализированной выставке «Белагра-2017». Она проходила в Минске с 6 по 10 июня. В этом году участие в ней приняли более 500 экспонентов. В их числе были и предприятия нашего региона. Конус представил услугу по защите металлических изделий от коррозии методом горячего цинкования. Лида Хлебопродукт, Лицкие молочноконсервные комбинаты, Лицкие пищевые концентраты предлагали оценить вкусовые качества своей продукции. А Лидагропром Маш и Минойтовский ремонтный завод презентовали технику. За активное участие в выставке «Белагра-2017» два последних предприятия были награждены дипломами первой степени Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Впечатлениями от Международного аграрного форума с нашей коллегой Марией Крушевской поделились на Минойтовском ремонтном заводе. Стенд Минойтовского ремонтного завода на выставке «Белагра-2017» можно было назвать хлебным местом. Сюда на протяжении всех выставочных дней посетители шли потоком. Сельскохозяйственная техника этого предприятия была интересна и белорусским аграриям, и зарубежным гостям. Нашим предприятиям были представлены образцы 7 единиц техники навесной. В процессе выставки было большое посещение как зарубежных гостей, так и наших белорусских аграрий. Все дилеры, которые работают с нами, основной это масса Российской Федерации, все приехали по приглашению наш. И также привозили своих заинтересованных лиц, чтобы посмотреть данную выставку и наше оборудование. На выставке «Белагра-Минойтовский ремзавод» представлял свои оборотные плуги и колесно-пальцевые грабли, а также предлагал оценить новинки. Плуг загонный, необоротный навесной пятикорпусный и каток выравнивающий для предпосевного и послепосевного выравнивания и уплотнения почвы и дробления комков. Большой интерес проявляли к нашей новой технике, которую мы выставляли из семи единиц. Мы три новинки выставили, которые уже прошли полевые испытания. Получен сертификат и будем заключать сейчас договора и продавать как на территории внутреннего рынка Беларуси, так и за пределами Республики Беларусь. Основной зарубежный партнер Минойтовского ремонтного завода – Россия. Именно в эту страну предприятие отгружает 90% своей техники. Ее покупают практически все российские регионы – от находки до Калининграда. В дни проведения выставки «Белагра» россияне тоже не проходили мимо стенда Минойтовского ремзавода. Его продукция заинтересовала также делегация из стран ближнего и дальнего зарубежья. В процессе выставки приезжали наши друзья, знакомые из ближнего и дальнего зарубежья, приезжали из Центральной и Средней Азии. Много интереса проявляли казахские делегации, которые большим количеством людей были. Приезжали, интересовались как ценовой политикой, так и как можно заключить договор. Значит, с Туркменистана были тоже заинтересованы лица. Участие в нынешней выставке «Белагра» для Минойтовского ремонтного завода было удачным. Кроме диплома первой степени Министерства сельского хозяйства и продовольствия за активное участие в ней, Минойтовский ремзавод привез из Минска диплом первой степени Республиканского объединения «Белагра-сервис» за освоение и внедрение в производство плуга полоновесного оборотного. К другим темам. В Лицком роддоме сегодня звучали поздравления. Районная организация «Белая Русь» провела здесь республиканскую акцию «Белая Русь с любовью к детям». Уже девятый год подряд представители этой общественной организации во всех родильных домах республики чествуют мам родивших детей в День независимости Беларуси и их малышей. День независимости Республики Беларусь – это действительно познаковый праздник для нашей страны. Это день, когда была освобождена наша столица, но и считается Днем освобождения нашего государства от немецко-фашистских захватчиков. Конечно же, нам хотелось бы участвовать граждан, родившиеся граждан Республики Беларусь, родившиеся в этот замечательный день, и поздравить мам, которые явили это чудо на свет именно 3 июля. Ключевой момент – это те мамы, которые родили 3 июля. Я думаю, на перспективу в Лицком районе мы будем проводить ее и в День матери осенью, и в рождественские праздники, возможно, с нашими храмами и конфессиями. В Лицком роддоме 3 июля на свет появились два мальчика и четыре девочки. Мамами стали четыре жительницы Лиды и жительницы агрогородков Йотки и Бердовка. В одной семье родился первенец, в двух второй ребенок, еще в двух третий и в одной четвертый. Все дети получили сегодня первые в своей жизни подарки. Правда, так как виновники торжества еще совсем маленькие, средства гигиены для новорожденных и развивающие игровые наборы были вручены их мамам. Поздравления от председателя Лицкой районной организации «Белая Русь» Александра Кадлубая, заместителя председателя райисполкома Виктора Пронюка и главного врача Лицкой центральной районной больницы Вадима Трубчика были неожиданными для женщин и поэтому вдвойне приятными. Большое спасибо всем медперсоналу, спасибо общественной организации «Белая Русь», что существует такая организация у нас в республике. Конечно, неожиданно это все произошло. Большое спасибо всем. Мы очень рады, на самом деле, что 3 июля будет отмечать этот праздник моего сына, день рождения и вся страна. Спасибо большое врачам, которые принимали у меня роды, медсестрам тоже. Как говорится, мы предполагаем, что Бог располагает. Срок у меня стоял, конечно же, попозже, но доченька решила, что появится именно 3 июля. Поэтому, конечно, огромную благодарность выражаю врачам, которые помогали. И, конечно, огромное спасибо за подарки, так как все для нас это, конечно, неожиданно. И хочется пожелать здоровья всем малышам, которые родились в этот день, чтобы росли здоровыми и радовали родителей. Свежий воздух, яркое солнце и хорошая компания. Это о районном молодежном туристическом слете, который организовал Лицкий райком БРСМ и посвятил его году науки. На протяжении двух дней в лесу санатория «Радуга» креативные и поддерживающие здоровый образ жизни БРСМовцы совмещали спортивные, интеллектуальные и творческие состязания и отдых. За происходящим наблюдала наша съемочная группа. Целый год молодежь Личин жила воспоминаниями о прошлогоднем туристическом слете. Поэтому, как только была определена дата нынешнего, в райком БРСМ стали поступать заявки на участие в нем. Желающих отправиться на совместный отдых оказалось немало. В списке участников турслета было почти 100 фамилий. Кроме того, с собой многие взяли семьи и друзей. Радует, что так же, как и в прошлом году, в этом году у нас приехали команды, которые с года в год уже ездят на подобные мероприятия. А значит, понимают, насколько важно для молодежи хорошо отдохнуть, отдохнуть, сплотившись в команде воедино. Это очень важно. Лично я на туристическом слете впервые, но этот опыт является положительным. Мне очень приятно. Я познакомилась со многими хорошими людьми и надеюсь, что в следующем году обязательно с ними встречу на туристическом слете. За победу в районном молодежном туристическом слете в этом году боролись 8 команд. Это и постоянные его участники, коллективы литских электрических и тепловых сетей, литских пищевых концентратов, минольтовского ремонтного завода, группы строительных компаний «Автострой», организации «Стройвектор» и «Литогаз» и дебютанты, работники БПЛ «Электро». Последним так понравился отдых на природе, что они не сомневаются, в следующем году обязательно будут в нем участвовать. Сейчас мы первый раз в этом турслете. Вообще мы в прошлом году ездили сами, без никого, но здесь намного веселее, решили поучаствовать здесь. Я руководитель вместе со своей командой, приехали поддержать, показать себя. Получилось отлично, наша задача была отдохнуть, и даже не то, чтобы поучаствовать и не победить, просто отдохнуть, а отдых организован очень классно. В программе турслета, как всегда, различные испытания, спортивные, интеллектуальные и творческие. Участники рисовали стен газеты и показывали жюри свои визитки. Лучшие умы проверяли себя в интеллектуальном турнире. Не остался без внимания членов жюри и быт туристов. Оценивалось оригинальное оформление палаточного городка, чистота в палатках и безопасные условия отдыха. Особенно эмоциональными были, конечно же, спортивные состязания. Молодежь играла в волейбол и лазертак, перетягивала канат и бросала дротики. Вела бои гимнастическими шарами и доказывала свое превосходство в массе рестлинга. Преодолевала туристическую полосу препятствий. Со стороны казалось, что состязания не утомляют участников, а наоборот, добавляют им силы и поднимают настроение. Команды, я вам скажу, подготовлены. Чувствуется, что в коллективах этим видом туризма занимаются. Турслет прошел хорошо, организованно. Замечаний от участников не было. Были только какие-то пожелания. Ну, а пожелания от главного судьи, конечно, 8 команд для Литского района очень мало. Надо хотя бы, чтобы в турслете районном молодежном участвовало до 20 команд. Ну, я думаю, что на следующий год мы лучше организуемся и будет больше команд. Все команды были достаточно подготовленными. Однако одни были сильнее на спортивных площадках, другие в интеллектуальном турнире, третьи больше креативили. А вот у кого получалось все, так это у БРСМ-овцев Литских пищевых концентратов. Команда этого предприятия в районном молодежном турслете участвовала уже третий раз и всегда подготовку начинала еще весной. В этом году опыт и желание быть лучшими привело ее к победе. Я являюсь секретарем первичной организации БРСМ нашего общества на протяжении трех лет. За данный период деятельности есть результат. У ребят выработался командный дух. Это дорогого стоит. Каждым годом мы пытаемся корректировать какие-то свои моменты, которые упустили. Команда нашего общества принимает активное участие во всех районных мероприятиях, которые проводит РК БРСМ. И самое дорогое, наверное, то, что у ребят уже горят глаза. То есть, когда какая-то есть идея, когда есть какое-то мероприятие, соглашаются без вопросов, какие-то свои инициативы вносят. Поэтому я думаю, что эта работа была сделана не зря. Второе место в районном молодежном туристическом слете в этом году заняла команда группы строительных компаний «Автострой». Третьими стали работники элитских тепловых сетей. Бронза, говорят, они досталось нелегко, ведь команду «Стройвектора» удалось обойти с разницей лишь в одно очко. Турслет завершился, команды разъехались, но остались воспоминания о классно проведенных днях. А кому-то об отдыхе за городом напоминают некие ссадины, ведь борьба между командами была не постановочной, а настоящей. Красота Божьего мира многогранна и удивительна. Именно так считают участники пленера, который уже четвертый год проводится в Лиде по инициативе педагогов Детской художественной школы искусств и Лидской епархии. На этот раз он собрал 19 художников-педагогов из различных регионов Гродненской области. Кроме личан, красоту Божьего мира рисовали их коллеги из Березовки, Ивьи, Дятлова, Волковыска, Щучино и Агрогородка Квасовка Гродненского района. Изобразительное искусство, мастерство, требующее тишины и спокойствия. Поэтому участники художественного пленера, вооружившись кистями, карандашами, красками и, конечно же, вдохновением, спрятались от городской суеты в живописных местах личины. Там им было весьма комфортно переносить на бумагу свое восприятие окружающего мира. Чаще всего на написание картины у художника уходит немало времени и сил. Иногда процесс затягивается на недели, а то и месяцы. Однако, если посетила муза, по творцу ничто не помеха. Для художника самое важное – вдохновение и желание творить. То есть, если этих двух факторов не будет, то, естественно, ничего и не получится. И погода тут совершенно не имеет никакого значения. Потому что, как вы знаете, художники – отчаянные люди. Они и в дождь, и в снег пишут свои работы, и ночью. То есть, в любое время суток, в любую пору года. Участники пленера «Красота Божьего мира» творили на протяжении двух дней. В первой они рисовали окрестности Покровского храма, расположенного в деревне Мыто. Во второй – переносили на полотна красоту лицких городских пейзажей. Мы были в деревне Мыто с точки зрения православия, поскольку у нас пленер духовного содержания. Это место историческое очень интересное. Писали храм в этой деревне. Сегодня пишем город. Рассредоточились по всему городу. Кто пишет замок, кто церкви, кто собор. Работы, думаю, будут очень интересные. Большинство нынешних участников пленера рисуют красоту Божьего мира не впервые. Не в первый раз участвует в этом мероприятии и педагог Лицкой, детской художественной школы искусств Александр Буйкевич. Это вещь необходима для общества, чтобы показывать людям красоту Божьего мира, показывать, что художники могут и умеют это передать, что мир прекрасен. Он создан специально для того, чтобы любоваться им, что человек не просто ходит в магазин, кушает, спит и ходит на работу, чтобы кушать и спать. Чтобы жить в этом мире полноценно, жизнерадостно. И этот пленер, он привлекает внимание людей к этой проблеме. Потому что в современном мире действительно красота Божьего мира стала проблемой. Вот. И люди не замечают, к сожалению, этих вещей. Александр Буйкевич в МОТО писал, как и все, Покровский храм. А в Лиде решил нарисовать архистратиго Михайловский кафедральный собор. Однако передал его красоту на бумаге художник в совсем непривычном для всех ракурсе. Когда я сегодня утром шел выбирать, что мне нарисовать, я шел теленаправленно нарисовать собор, потому что тема церковная. И увидел необычайную красоту сегодня. Утрочком светило солнышко, очень яркое. И оно очень красиво играло на колоннах нашего собора. С утра еще заходили прихожане. Я решил это сделать. Тем более собор такой мощный, колонна красивая. Александру Буйкевичу и его коллегам по цеху за два дня удалось создать без преувеличения настоящие художественные шедевры. Увидеть лучшее творение участников пленера «Красота Божьего мира» можно будет на выставке «Встреча поколений», организованной в Лидской детской художественной школе искусств. Она откроется 1 сентября. И на ней будут представлены также работы выпускников школы. Предстоящая ночь у белорусов особенная – Купальская. В ночь с 6 на 7 июля наши предки отмечали Купалье. Эта традиция не забыта и в наши дни. Сегодня у рек и озер тоже загорятся вечером костры, а по воде поплывут купальские венки. Молодежь, да и не только она, примет участие в народных гуляниях и обязательно кто-то отправится на поиски главного купальского цветка – цветка папоротника, который цветет только в Купальскую ночь. По преданию, если в ночь на Ивана Купалу человек находил его, он становился мудрым и счастливым и мог видеть клады. Праздник Купальи будут отмечать в разных уголках Беларуси. В Лиде представления, посвященные ему, проведут в субботу в рамках проекта «Замковый гостиниц». Принять в нем участие могут все желающие. Вокруг и на территории Лидского замка состоится такой уже традиционный районный праздник – Купалья, который организовывает Лидский районный центр культуры и народного творчества. С 20.00 до 22.00 у стен Лидского замка жителей и гостей города и Лидского района ожидает централизованное обрядовое представление «Коля замка на Купалу», где жители могут услышать самые лучшие коллективы, любительские коллективы и солистов личины. Ожидается гости – это вокальный ансамбль «Купалинка» Белорусского сообщества «Крыница», города Клайпеда, Литовская республика. Народные забавы, народные игры, также купальские хороводы вокруг костра, праздничная торговля и ремесленники. С 22.00 до 3.00 ночи мы гостей наших жителей приглашаем на дискотеку. Дискотека 80-90-х. Ожидаются зажигательные танцевальные хиты от наших диджеев, как от города Лиды, так и Минска. Восточное шоу, огненное шоу. Это будет в детском замке. Вход платный, приглашаем всех. Пусть этой ночью каждый найдет свой цветок папоротника и станет еще мудрее и счастливее. Пусть те, кто еще не встретил свою вторую половину, обязательно ее найдут. Пусть эта купальская ночь станет по-настоящему волшебной для всех. Верьте в чудеса, они случаются в любом возрасте. Главное – в это верить. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Выпеченная с любовью, по традиционным и новым рецептам. Лидский хлебозавод. Лидский хлебозавод.